День принятия присяги традиционно является праздничным днём для воинской части. На торжественное мероприятие могут приехать родные и близкие солдат, и в этот день военнослужащий получает первое в своей жизни увольнение. Я, Сурмава Тимур Игоревич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. За многие века в России сменялись цари, правительство, государственный строй, многократно переписывался текст военной присяги. Однако во всех вариантах её смысл сводился к одному – присяга являлась и является торжественной клятвой на верность. Сегодня волнительный день не только у военнослужащих, которые принимали присяги, у нас всех. У тех, кто присягу принял много-много лет назад, у тех, кто принимает её сегодня, у вас, родители. Потому что сегодня военнослужащие дали клятву на верность своему Отечеству. Во все времена защита нашей Родины была священной для каждого настоящего мужчины. И вот эти слова я хочу адресовать именно военнослужащим воинской части, вот этой элитной воинской части, где всегда выполнялись задачи на высоком профессиональном уровне. Сегодня мы приняли в нашу родную гвардейскую десантную семью молодое выполнение. И с сегодняшнего дня каждый из них до конца своей жизни будет говорить «Я десантник с гордостью». И хочу сказать и поздравить родителей тоже с праздником. Мы тоже воспринимаем нашу семью. И теперь день воздушно заданных войск, он в вашу семью войдёт. И я надеюсь, что в фонтанах выкупаться не будете, но праздник будет отличать от достойности. От лица родителей разрешите поблагодарить вас за оказанную нам честь присутствовать на этом праздничном торжественном событии. Испокон веков, что бы ни происходило в нашей стране, защищать нашу Родину было делом чести. Ребята, служите достойно. Мы будем вами гордиться. Всем огромного здоровья, терпения и всем нам мирного неба над головой. Своеобразным подарком для тех, кто приехал поздравить принявших присягу, стали показательные выступления военнослужащих полка. Среди гостей праздника бойцы юнормейского отряда Щелковской средней школы номер 12 имени Валерия Чкалова, над которым шествует 38-й полк связи ВДВ. Кто знает, может кто-то из них когда-нибудь будет принимать присягу в этом подразделе. Служба в вооруженных силах вообще по определению нелегка, а служба в воздушно-десантных войсках вдвойне тяжелее. И сегодня я хотел бы пожелать военнослужащим стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, достойно освоить свою военную специальность и быть таким надежным членом нашего военного коллектива. Родителям хотел пожелать тоже терпения, ждать своих детей дома, ну и поддерживать их в их службе. Ну а после официальной части все желающие могли поближе познакомиться с техникой и вооружением 38-го отдельного гвардейского полка связи воздушно-десантных войск и перекусить классической солдатской гречневой кашей из полевой кухни. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».